Пенопласт или стеклопластик? Какой материал выбрать для декора пространств? Давайте разберемся. Владельцы бизнеса часто задаются вопросом, какой материал использовать для создания декораций. Для изготовления объемных уличных фигур часто используют бетон, дерево или гипс. На сегодняшний день стеклопластиковые скульптуры завоевывают пространство все чаще и чаще. Да, они дороже пенопласта, более чем на 50%. Очень важно обращать внимание на качество конструкций и сотрудничать с проверенными компаниями во избежание брака. Пенопластовые фигуры менее дорогостоящие, менее сложные по технологии производства, но настолько же и менее антивандальные. Их лучше использовать в закрытых помещениях с минимальным контактом посетителей. Стеклопластиковые изделия легко выдерживают уличные условия эксплуатации и натиск детского любопытства. Витрины магазинов и торговых центров всегда заполнены манекенами. Фигурами для рекламы того или иного продукта. Они не всегда объемные, чаще плоские, поэтому здесь более уместен экономичный пенопласт. Макеты красятся или покрываются пленкой с печатью на вырезанную заготовку. Для кого-то важна фактура материала фигур, глянцевая поверхность, более проработанные детали, текстура скульптуры и возможность нанесения логотипа, а также индивидуальная покраска. Все это возможности стеклопластиковых конструкций. Также важное преимущество это влагостойкость. Фигуры могут использоваться на улице круглый год, не подвержены воздействию солнечных лучей и осадков. Каждый заказчик выбирает свой вариант декора заведения – более дешевые экономичные пенопластовые фигуры, либо более устойчивые, долговечные и проверенные стеклопластика. В студии объемной рекламы – рекламру в ассортименте как скульптуры из пенопласта, так и из композитного материала, объемные фигуры для декора витрин, магазинов, кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров.